И вот эта женщина, но тем не менее сорвать сумочку, поварить ее на землю, это страх, это как бы не каждому приятно будет, и хорошо, что получилось так, а не по-другому. Значит, что касается отсутствия сознательности и ответственности граждан, это было в принципе сказано, значит, не все люди хотят иметь дело с полицией, не хотят сообщать, но многое проходит просто, и вот, ну меня это стороной обошло, это как бы на примере, это бывает такое. И ответственность, ответственность даже вот брать руководителей предприятий, и последняя вот у нас была кража гемплицидов на станции, ну конечно, показалось, что со стороны руководителя были такие должности допущены, что результат имеем к кражу, это не так. Значит, охранники дома спали, то непонятно где спали, и охраны нету, это только не только там, и было и другие у нас кражи, которые с организацией стараются не платить, и меньше средств потратить, при этом, когда все это, когда подсчитывают, то какие средства можно в минус 10 охранников взять и еще и поставить на пульт этот склад. А потом, когда начинаем бить, ну, где может страховка заплатить, где может и субсидии какие государства вернет, но при этом дворы остаются безнаказанные и продолжают совершать преступления. Каждое преступление порождает всего 20 последствий. Значит, недостаточно контроль над несовершеннолетним уже было сказано, что, ну, это, как бы сказать, проблема общества, люди уезжают не от хорошей жизни, оставляют детей, и, соответственно, дети, когда родителей нету, или когда родители ему высказывают все, что... В основном я скажу, что не только несовершеннолетние, которые малоимущих семей. 50% совершают преступления даже очень у многогущих семей, которые имеют все. Но по непонятной причине им что-то не хватает. И, не знаю, может, того, что разбавлено, и, соответственно, безработица. Безработица – это бич, наверное, всего, как раз, но из-за того, что люди не работают, особенно в последнее время у нас вышло много лиц, мест решения свободы, которые нигде не задействованы, которые по той или иной причине как им не хотят работать. И, соответственно, начинают кто туда залазить, кто это делать, и вроде ходят, вроде видишь их, а под утро встаешь, и они укражившие решили. Буквально на днях, вчера у нас было кража кроликов, трех кроликов, соответственно, с ранее судимым лицом. Вроде контроль велся, велся, не довелся до конца, утром встали человек, и в течение и полчаса он уже проехал кроликов и снял шнур с них. Так что просьба на местах, может, особенно на селах, когда овцы расположены в краю огорода, или там где-то на пустыре, на ночь, по возможности, я обращался и к своим подчиненным, чтобы эти люди брали эту ступилу и возле дома где-то обещали хотя бы на ночь. Потому что мы думали, что, как всегда, согласно статистике, придет кража живности, придет на предмесяц ближе к Пасхе, оказалось, что она уже началась еще с нуля месяца. Потому что тепло, люди приезжают, люди кушают, и, в принципе, это все, что мы хотели до вас довести. Если есть какие-то вопросы, значит, мы по возможности ответим, если нет. Хорошо, спасибо. Ну, что касается алкотестера и скоростегляра, проблема, много раз мы ее поднимали, пока, я не знаю, почему-то не решается, но проблема стоит, поисканя, но батальона же есть, тоже нет. У нас один алкотестер, получается, наш отдел, но я не думаю, это большая проблема, мы их 4 тысячи, как тот сказал, мы ее взвищем, потому что проблема почему-то сталкивается, что нет денег, не знаю, по-любому средства какие-то выделяются, а насчет скорости мера эта проблема, и она не будет решена, по крайней мере, потому что, еще хотел сказать, потому что даже форму, видите, что часть сотрудников в черной форме, часть в синей, часть вообще... А с формой большие проблемы, вот решается на уровне башканата, что муниципальную полицию оденем, а остальными сотрудниками я уже не знаю, и когда ли понять, что пока нет денег и средств, и не будет. Как раз хотел сказать, что стоял этот вопрос, на исполкоме мы рассматривали, и решали, что это будет скорости меры, форму решили, пока форму, скорости меры уже готовы. Ну, это недостатка денег. Причем это должно быть централизовано, но в республике сейчас ситуация такая, что вообще никаких денег не выделяется. Это вот такая вот ситуация, но я надеюсь, что поправится. Нас собирали, значит, это нету, это нас собирали, может, кто-то по телевизору смотрел, генеральный инспекторат, полиции, руководителей, подразделений, там, значит, СМИ, других служб. И когда взяли статистику потратенных денежных средств, значит, 78% или 75% было потрачено на зарплату, 23% было потрачено, 24% или 23% было потрачено на бензин, на машины, на все, и всего лишь один был процент потрачен на форму и на все вот эти нужды. Поэтому сразу дают понять, что этих денег не будет, крутитесь на месте. Мы понимаем тоже, что органы местной привычной власти находятся не тоже, недалеко от нас. Но проблема такова, проблема Народной гвардии, когда поднималась, не знаю, уже, мне кажется, и цель собралась. Она, честно говоря, не нужна для Народной гвардии. Вы потом будете иметь лишний норой, потому что будут ввязываться эти дружины. Нет, просто в Народную гвардию в основном лезут. Дружину защищать. Которые нет. Значит, что касается, раз уже на совещании, наверное, это как раз при море здесь, может встретимся, может нет. Насчет сейчас начинается сезон выпаса скота и этих кошар, расположение в огороде, в доме и в югле, значит, соседями стычки, что держит 500 голов возле дома, значит, по возможности и к вам обращаясь, и к участковым. Значит, на примере, к примеру Таракли, так ребята сказали, я не знаю, я еще раз поинтересуюсь, значит, они составляли протоколы по 54-й статье с значком 1-й статья, занятия деятельностью без соответствующих документов. Вот они составляли там у нас прокуратура, составляли протоколы, потому что штрафы довольно больные, от 200 условных единиц до 400 условных единиц. Если они нигде в Примарии не зарегистрированы, то у нас эти кошары в большинство регистрируются? Ну, в селах они везде делаются по практике, есть проблемы с Атулеей, есть пару благоприятных и неблагоприятных граждан, которые постоянно нам проблемы с ними, собаки грызут, сейчас опять заявили, что грызли в двух ягнях, там к Атулеей поднялся немножко разговор на эту тему. Поэтому по возможности надо будет собрать всех чабанов, соответственно, чтобы был начальник сектора, кроме Мючискового, и чтобы подняли эти вопросы, рассмотрели совместно с ними, дали им понять, что никто не запрещает заниматься, но они при этом все есть, зеленая трава везде, но, например, у всех портных и тех годов, в прошедших лет, они устраивают по травмам, пускают в пшеницу, пускают в люцерну, но люди и все это затраты, люди деньги тратят, сами знаете, многие из вас имеют землю, многие участки, и когда в конце кидаешься, вроде хочешь что-то собрать, и когда прошла одна тара 250 долов через твой участок, там уже нечего собрать. И это бывало, это и коровы, не только пастухи засыпают, корова заходит, ломает виноградник, и, соответственно, поджег травы сухой, поджигают, чтобы убить клеща, не знаю чего, а горит все вокруг, и по тем сезонам, которые, и лесополосы, и пограничные зоны, и лесонасаждения, садим тот лес, а толку вот этого никакого. Горит и горит, и... Они клеща не убивают. Они траву меняют, да-да-да-да. Они говорят, что в гумусный слой этот горит, он не... Просто надо будет, мне кажется, собрать, раз здесь все, как бы, примыри, чтобы мы собрали этих чабанов всех, которые имеют более 50 голов, даже если вот часть. И объясните каждому, потому что бывает такое, что вот, если они будут, как тот сказал, какие-то принимают меры, значит, соответственно, будем принимать меры административного воздействия. Нет чабанов, не оформлен там, значит, в инспекцию труда пусть рассматривает его там. Занимается незаконная предпринимательская деятельность, значит, будем составлять протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Но никто... Нету цели наказать, но нету цели, чтобы они вредили нам. Поэтому по прошедшим годам, мне кажется, все-таки стоит нас собрать, нам еще один раз вот так вот каждый... Да нет разницы. Придет из пожарной части, я думаю, придут и пограничники здесь, из пограничной зоны, что входят тоже с остами туда и гадят там. И собраться будет, когда... Я думаю, что это надо будет где-то в первых числах апреля. Еще одно предложение. Раньше было опубликовано в местном задержке участки, где они имеют право власти и дико-дерс. Сейчас я смотрю уже... Да, что нем советы должно быть? Ну, места, где... Потому что они... Здесь посадили молодое насаждение, а нет там посуды. Каждая апреля проводит ежегодно такие совещания, и обязательно надо приглашать участкового, работника районного отдела, полиции, эколога, лесничества. Ну, все вы это делаете. В начале апреля надо будет в каждом населенном пункте еще раз это провести. Это постоянно делается, но каждый раз надо при этом соответствующие инструкции считать. Потому что много чабанов старых, но есть и молодые. Хотя молодые больше боятся, старые они более народные. Но эту работу надо проводить. Постоянно. Чабаны это народ особый. Мы это знаем. Какие что... Но... Если жестко перед ними условия поставить, то куда они не дерутся. Без примарии они не должны нигде не выкашала без разрешения. Да, да, да. Тоже, календарь, в первую очередь огромное спасибо вам за то, что мы сегодня организовали такое мероприятие, которое в информационном плане дает нам возможность знать о тех мероприятиях, которые происходят в городе. Значит, у нас... В информационном плане у нас в городе работает наш сайт. То есть не тот сайт, который мы всегда читали и потом после этого подавали разные заявления, кто в прокуратуру, кто к вам в полицию. Но это идет официальный сайт нашего города. Поэтому будем рады всю эту информацию выставлять. Как со стороны полиции, так и со стороны МЧС и пограничной полиции. То есть в информационном плане мы готовы поработать с населением. И я думаю, что это было бы неплохо. Вы запранировали вопрос о людях судимых, которые сегодня, как вы сказали, покидают уже места лишения свободы и стараются интегрироваться в население. Я вам хочу сказать, что да, действительно, таких людей возьмите под контроль. Почему? Потому что человек был заточен...